Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Дочери два года, записалась на танцы, прошли два занятия, говорит, что ей нравится, сама собирается и делать тренера, слушает внимательно, но разминку не делает, просто стоит и смотрит. Под конец начинаю делать элементы. В группе в основном детки от 3-4 лет, моя самая маленькая. Я немного переживаю, что на них все элементы разминки повторяясь за тренером. Понимаю, что прошло только два занятия, это мало, но все же волнительный момент для меня. Скажите, пожалуйста, это нормально для ребенка, пока просто стоит и наблюдает. Я думаю, что имеет смысл спросить у ребенка. Вот. Если есть такая возможность, вот, я не знаю, говорит она или нет, вот, вы пишите, что она говорит, значит, можно уже стратить с нее, об этом. Вот. И, в общем-то, спросить, как бы, с чем связано ее поведение. Дело в том, что тот факт, факт того, что она самая маленькая, может оказывать влияние. И влияние довольно сильное. Именно. Именно. Потому, что она чувствует себя не в своей тарелке. Дело в том, что дети в этом возрасте, буквально старше, там, на год или даже на два года, очень существенно могут отличаться от детей, которые, ну, младше. К сожалению, отличия могут быть довольно серьезные, могут быть отличия, довольно серьезные, могут быть, ну, скажем так, ограничения. Да? Вот. Вот это, мне кажется, в первую очередь необходимо, ну, понимать. Отчет. Как минимум. Как минимум. Как минимум в этом. Как минимум. Вот. Потому, что на ребенка, ну, это действительно может оказывать существенное, существенное влияние. Также, о чем важно сказать еще. Поскольку на данный момент не совсем понятно, не совсем очевидно, по крайней мере, для меня. Почему для вас этот момент волнительный, то есть как это относится лично, лично к вам. Я думаю, что, конечно же, тот факт, что вы, ну, придаете этому значение, скажем так. Как на ребенка может влиять. Вот. То есть, условно говоря, если вы волнуетесь, вот, то и ребенок, скорее всего, тоже будет волноваться. Вот. Просто потому, что он чувствует, вот, что его близкому человеку, да, его маме, например, в данном случае, это важно. Если ребенок будет, ну, будет чувствовать некое давление на себя, скажем так, с вашей стороны. Это давление, оно может быть самым разным. Ну, например, желание оправдать ваше ожидание. Желание не быть плохой. Ну, для вас, например. Например. Что-то такое вот в данном случае. В данном случае, как мне кажется, не очень хорошая позиция, в данном случае, мне кажется, не очень хорошая подспорье для какой-то вот деятельности. Именно если мы говорим о деятельности, да, то вот, не очень хорошая подспорье для, ну, для деятельности ребенка. Вот. Вот. Что-то нужно понимать. Ребенка это, вот, скорее, это, ну, ребенка это, скорее, как-то, вот, демотивирует, нежели чем помогает. Вот. Это, скорее, сбивает с толку, нежели чем дает какой-то вот, ну, какой-то такой позитивный, позитивный заряд, к сожалению. Вот. То есть очень важно, чтобы вы не перекладывали на ребенка свои чувства. Очень важно, чтобы на ребенка вы не накладывали свои собственные какие-то эмоции, да. То есть если, ну, если для вас это волнительно, например, вот, то как-то вот в данном случае нужно, в данном случае нужно, ну, вот, понимать и отграничивать, что, вот, есть мои чувства, да, есть, как-бы, э, ну, чувства ребенка. Есть мои призывания, есть призывания ребенка. И его это может травмировать, ему это может мешать, существенно мешать, вот, ему это может существенно мешать чувствовать ему это может существенно мешать, ему это может существенно мешать как-то себя проявлять и так далее, вот. Присутствие родителя в принципе накладывает на ребенка некоторые ограничения, к сожалению, важно вот этот момент тоже читывать и важно этот момент тоже понимать. Очень часто бывает так, что гораздо лучше оставить ребенка как-бы одного, да, то есть не мешать ему как-то действовать, да, не мешать ему там, условно говоря, что-то делать, позволять ему ошибаться тогда. И честно говоря по этому вопросу у меня есть некоторые сомнения, потому что если вы, если для вас это волнительно, как вы, ну как вы говорите, вот, то вряд ли, ну вряд ли есть свобода в действиях, в деятельности ребенка, то вряд ли он чувствует себя свободным. Вот. Кроме того, тот факт, что вас это волнует, тот факт, что вас это волнует, тот факт, что вас это беспокоит, уже говорит о том, что вы как-то эмоционально вовлечены. И, на мой взгляд, то, что вы вовлечены, не делает погоды, не делает что-то хорошее для ребенка. Вот. На мой взгляд, вы, ну вот знаете как, в какой-то степени себя обманываете, вероятно. То есть, вам хочется чего-то самой, вам хочется что-то самой, вам хочется, ну возможно, реализоваться вам хочется, вам хочется, возможно, как-то заявить о себе, вам хочется вот чего-то такого, но вы делаете это через ребенка. Вот. И, конечно, ну ничего хорошего, как бы, из этого получиться не может. Совершенно очевидно. Совершенно точно. Ничего хорошего из такой модели поведения не получается. Я бы задался вопросом о том, почему меня это волнует. Вот. Я бы задался вопросом, почему для меня это волнует. Вот. И, собственно, для чего я, как бы, это делаю. Для чего я, вот, отдаю ребенка там на, ну, на, на танк, где я собрал. Зачем я это делаю? Для чего? Для чего? Для чего? Для чего я хочу этим добиться. Мне кажется, что это вот такой очень важный момент, на который имеет смысл вам обратить свое внимание. Потому что, сейчас, на мой взгляд, у вас есть все шансы на то, чтобы ребенку своему навредить, к сожалению. У вас сейчас есть все шансы на то, чтобы, ну, на корню загубить, какие-то элементы реализации ребенком, самого себя. Вот. Очень бы этого не хотелось. Я безумно надеюсь, что ошибаюсь, вот, безумно надеюсь, что, что не прав, вот, в своей интерпретации. Ну, вот, такой момент есть. То есть, родителям желательно не быть вовлеченным в то, что касается его ребенка эмоционально. То есть, чтобы психологическое состояние родителей не зависело от этого. То есть, переживать ребенку, просто желать ему, там, чего-то того, что у ребенка что-то не получилось, это нормально. Вот. Но, в целом, эм, то, что вы описываете сейчас, это вот, эм, такая, получается, тревожность. Это именно, вот, волнение. Вот. На пользу ребенку это не идет. Тем более, ребенку маленькому. Вот. Который выглядит довольно уязвимо в, эм, текущей, текущей ситуации, ситуации, и, которому, конечно, может быть очень, очень, очень некомфортно. некомфортно. Чувствовать себя в такой среде, очень некомфортно, ну, как-то вот себя соотносить с детьми, ну, с другими детьми, которые, ну, которые в этом смысле, да, старше, то есть мы здесь говорим именно вот о таких проявлениях, мы здесь говорим именно о таких моментах, мы здесь говорим именно о таких аспектах, и для вас это вызов, вот, для вас это достаточно серьезный вызов, который вам, ну, вот, который вы получаете, вот, для вас это вызов, и я подчеркнул, что вызов это, вот, это проверка, ну, ваша проверка, это проверка, ну, я бы не сказал прямо, наверное, что на прочность, да, то есть, наверное, это не совсем такой момент, то есть, это не совсем, прямо-таки уж вот проверка на прочность, я бы не сказал, но то, что это вызов, то, что это вам приходится сталкиваться с какой-то, какой-то вот своей такой, ну, с тревогой, а это факт, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, вот, и в этом смысле, конечно, вам не просто, вот, ну, и, ребят, тоже непросто в этом смысле, вот, что это тоже нужно учитывать, что ребенку тоже непросто, вот, к, ну, вот, к, к сожалению, ребенку тоже в этой ситуации очень непросто, и, конечно, то, что вы, например, ну, то, что вы думаете о себе, в этой ситуации, это хорошо, это хорошо вам, то, что вы думаете о себе, правда, вот, но только думать о себе и заботиться о себе, на мой взгляд, нужно, ну, не, не посредством ребенка и не через него, вот, то есть мне кажется, что в этом может быть ваша ошибка, ошибка в этом может быть ваша, такая вот, проблематика, что вы во многом ставите себя в зависимости от ребенка, вот, в этой ситуации, потому что ничего страшного не происходит, ребенок реагирует, ага, ну, на новую для себя ситуацию, ребенок реагирует, так как он может, так как он умеет, ребенок получает новый опыт, вот, это рано, то, что он, с ним сейчас происходит, это рано, то, что вы делаете, ага, вполне возможно, что ребенок еще, в этом смысле, ага, не окреп, вполне возможно, что он, ага, ребенку, ну, еще нужно, нужно было бы побыть с вами, вот, вы же куда-то торопитесь, и это вызывает вопросы. Ваша, ваша, ваша торопливость в купе с тем, что вас волнует, создаёт в целом, к сожалению, создаёт в целом картину, позволяющий думать, что вам нужна психотерапия, вот, потому что есть, есть риски того, что вы, ну, вот, есть риски того, что вы можете своему ребенку навредить, есть риски того, что вы можете, ну, донести ребенку какую-то мысль, которая будет для него, ну, вредной, деструктивной, вот, и принесет в его жизнь, те, вот, как раз, комплексы, которых ему, ну, которых ему не нужно, которых ему не нужно, вот, естественно, сейчас это больше догадки, вот, естественно, что сейчас это больше какие-то домыслы, вот, но, тем не менее, факты, это довольно тревожные, и, как мне кажется, на это необходимо обратить внимание, если вы хотите, чтобы ваш ребенок и дальше развивался и рос в, ну, вот, в такой благоприятной, скажем так, среде, ну, благоприятной для себя, я надеюсь, что это понятно, что же я с детства имею в виду. Вот, вот какой-то такой ответ хочется вам дать сначала, в позиции, вот, в психологии, да, и с позиции, ну, с позиции психотерапии, и с моей точки зрения. Самым таким идеальным вариантом, самым идеальным вариантом было бы, если бы вы обратились бы к психологу, вот, если бы вы, ну, начали бы заниматься собой, да, если бы вы исследовали бы себя, вот, и работали бы, вот, с собственной тревогой, которая у вас присутствует, вот, с реализацией, вот, ну, реализацией, я имею в виду, вот, с собственной реализацией, вот, чтобы не переносить это все на девочку, вот. Такая история, надеюсь, что вам это было интересно и полезно, буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго, вы большая молодец, что начали эту тему обсуждать, но, вот, как обычно водится, как это довольно часто бывает, проблема совершенно не там, где вы ее ищете. Лично мне, вот, кажется, что речь идет о страхе того, что о вас, ну, грубо говоря, подумают люди. То есть, речь идет о комплексах, понимаете, да, как раз в буквы. Вот, я, конечно, очень рад был бы ошибаться, очень рад был бы, быть ли прав, вот, но, я надеюсь, вы понимаете, что в ситуациях все, в ситуациях, когда родители сталкиваются с такими историями, приходится встречаться, ну, довольно часто, вот, периодически, и вот одна из таких ключевых проблематик, это то, что родитель отказывается признавать реальность, отказывается, ну, видеть проблему, отказывается допускать, что проблема именно в этом, а он, вместо этого, вот, пытается, вот, свою линию, да, подтвердить. Вот, и, на мой взгляд, тем самым он очень сильно вредит себе, вредит своему ребенку и окружающим. Потом, соответственно, когда дети подрастают, то уже мы, психологи, берем ситуацию в свои руки и помогаем детям в этом смысле, ну, в этом смысле, справляться с последствиями таких решений. Вот. Поэтому я бы, я бы настоятельно рекомендовал вам, конечно, терапевтическое, терапевтическое занятие, вот, я бы рекомендовал вам работу с тревогой, вот, поскольку это является архиважным сейчас, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, будущего, скажем так, вашего ребенка. И остается только уповать, остается только уповать на то, что вы к этому мнению прислушаетесь. Остается уповать только на то, что вы услышите то, что хотел вам сказать я и мои коллеги. Всего вам, всего вам самого доброго, удачи и обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова